Недавние исследования предоставили доказательства того, что регенерация бета-клеток поджелудочной железы, опосредованная их пролиферацией, играет ключевую роль в лечении сахарного диабета. Плоды шиповника традиционно используются для лечения сахарного диабета и его осложнений. Целью одного из исследований было оценить в клеточных моделях механизм действия шиповника при лечении сахарного диабета. Экстракт с диапазоном концентрации от 1 до 0,001 мг мл, использованный в исследовании, не был токсичным для клеточной линии клеток поджелудочной железы, которая продуцирует инсулин. Экстракт розы в концентрации 0,001 мг мл значительно увеличивал пролиферацию клеточной линии клеток поджелудочной железы, которая продуцирует инсулин по сравнению с контрольными клетками. Предыдущее исследование плодов шиповника показало, что это лекарственное растение обладает гипогликемическим эффектом на животной модели сахарного диабета. Одной из причин сахарного диабета является дефицит жизнеспособности и работоспособности бета-клеток поджелудочной железы. Результаты исследования показали, что усиление пролиферации бета-клеток поджелудочной железы играет ключевую роль в лечении сахарного диабета и его осложнений с помощью этого лекарственного растения. Несмотря на потенциал экстракта шиповника в улучшении пролиферации клеток, он не может предотвратить патологическое состояние, которое было запущено с трептозотоцином, что приводит к повреждению ДНК бета-клеток и клеточной цитатоксичности. Печень играет важную роль в метаболизме глюкозы. При патологическом состоянии диабета гипергликемия связана с меньшим производством гликогена и увлечением гликогенеза. Большой объем данных подтвердил, что снижение выработки глюкозы в печени может быть ведущим шагом в лечении диабета. Оценка потенциала потребления глюкозы при помощи экстракта шиповника в клеточной линии печеночных клеток, фенотипически сходной с гипотоцитами человека, не привел к существенному изменению поглощения глюкозы клетками печени. Наконец способность экстрактов шиповника замедлять диффузию и движение глюкозы была оценена в клеточных моделях. Результаты показали, что это лекарственное растение не подавляет диффузию глюкозы при использовании модели абсорбции глюкозы в клеточных моделях. Однако подавляющая активность в клеточных моделях диффузии глюкозы не всегда может быть связана с активностью в моделях на животных, в экспериментах на животных. Таким образом, данные должны быть подтверждены в экспериментах на животных. Ранее было продемонстрировано, что гипогликемический потенциал экстракта шиповника у крыс с диабетом первого типа усиливает антиоксидантные свойства, а также удаление свободных радикалов, которые играют ключевую роль в его противодиабетической активности. Сообщается, что транс-телерозит, активный компонент шиповника, улучшает толерантность к глюкозе и ожирению, связанность с резистентностью к инсулину. На животные модели ожирения вызваны диеты с высоким содержанием жиров. Таким образом, можно заключить, хотя экстракт шиповника может увеличить пролиферацию клеточной линии бета-клеток пожелудочной железы, которые продуцируют инсулин, необходимы дальнейшие доклинические и клинические исследования для выяснения идеального механизма действия этого лекарственного растения в качестве противодиабетического средства. Кроме того, рекомендуется провести дальнейшее фитохимическое исследование для выделения и идентификации биологически активных молекул, плодов шиповника, вызывающих противодиабетическую активность. Продолжение следует...